Имеется специальный компактный синтаксис для частичного применения произвольного оператора к одному из своих аргументов. Рассмотрим, например, оператор деления. Частичное применение оператора деления может быть записано следующим образом. Мы здесь используем оператор деления в функциональном стиле. Итак, эквивалентным синтаксисом такому представлению является вот такое выражение, которое называется сечением оператора. Здесь мы связываем первый аргумент оператора деления, левый, если говорить про операторный стиль, с некоторым числом. Такое выражение представляет собой функцию одного аргумента, который примет другой аргумент оператора деления и возвратит нам результат. Имеется возможность связать не только первый аргумент в функциональном стиле, но и правый аргумент оператора деления. Синтаксис совершенно естественен. Мы пишем сначала оператора, а потом связываем второй аргумент. Такая функция рассматривается как функция делить на 2 и, будучи примененной к четверке, вернет нам значение 4 делить на 2. Синтаксис сечений требует обязательного использования круглых скобок. Оператор, заключенный в круглые скобки со связанным аргументом левым или правым, представляет собой сечение. Есть из этого правила, однако, довольно досадное исключение, связанное с оператором минус. У оператора минус не существует правого сечения, то есть вот такое выражение. Это не сечение оператора минус, а это применение унарного оператора минус к двойке, то есть это число минус 2.